Этот старый заброшенный сквер служит жителям близлежащих домов и детской площадкой, и местом отдыха. Здесь можно насчитать два-три десятка карагачей, пусть не в самом лучшем виде, но тем не менее хоть какая-то зелень, говорят жители жилгородка. Здесь нет скамеек, ограждений, вообще он находится в довольно плачевном состоянии. Но все эти годы жильцы своими силами поддерживали здесь порядок и оберегали его как могли. Хотя уже около 10 лет эта земля находится в частной собственности. По словам жителей домов по проспекту Мира и улице Севастопольской, недавно стало известно, что здесь собираются начать строительство пятиэтажного дома. Пять метров от нашего дома, значит, пять метров от Севастопольской пять, и здесь будет пятиэтажная элитная многоэтажка. Во-первых, от нашего дома проходят к ним коммуникации. Они уже собрались эти коммуникации убирать. Они будут, видите ли, все по-своему делать. Они спросили нас, они нас спросили, мы согласны, чтобы здесь пятиэтажка была или не согласны. Этот дом, тот дом, просто негде гулять, потому что здесь, чтобы до Медлога дать не надо, две дороги проходить. Поэтому они все здесь гуляют. Что с маленькими детьми? Ну, я же говорю, здесь около 30 деревьев, какие бы они, никакие были, но это карагачи зеленые. Сколько должна деревьев вырубить? А кто будет сажать? Убирать никто не хочет убирать. Дороги здесь где, нигде. Коммуникации какие? Ясное дело, врежутся к нам. У нас и так не работают толком от того, что у нас элеватор в том доме, а мы здесь как будто какой-то придаток. Канализация не работает. Бесконечный раз в месяц вызываем. Теперь еще вот такой здоровый дом. Вдруг поставят нам. Нам ни солнышка с этой стороны, ничего не будет. Это что, получается вообще, мы как будто будем в заключении тут, среди этих домов. Сейчас жильцов больше всего беспокоит вопрос, кто дал частникам разрешение на строительство многоэтажки и есть ли оно вообще. С просьбой прокомментировать ситуацию мы обратились к городским властям. По информации городского отдела архитектуры и градостроительства, архитектурно-планировочное решение на строительство объектов по данному адресу не выдавалось. Поручено комиссионно разобраться по данному факту и представить информацию руководству Акимата для принятия мер. Попытка начать здесь строительство пятиэтажного дома предпринималась некими бизнесменами еще в 2007 году. Однако тогда жильцы близлежащих домов не допустили возведения на месте сквера новостройки. Они обошли все инстанции, писали на имя главы области. И вроде как до последнего времени спорных вопросов по поводу земельного участка не возникало. Жители Желгородка и в этот раз решительно настроены не уступать. Если будет нужно, встанем стеной, взявшись за руки, говорят они. И в этом можно не сомневаться, видя их решительный настрой. Асякин Жалин, Алексей Уразов, программа «Факт».